Так, вот-вот-вот-вот, друзья. А мы договорились. Так что я буду время от времени делать маленькую съёмочку. Но потом буду показывать, прежде чем выпустить. Потому что мы никогда без согласования с человеком ничего не выпускаем. Вы, наверное, обратили внимание, имена не говорили, если человек не хочет. Ну, у нас школа такая, традиции, пожалуйста. И никакие комменты я никогда там не выключаю. Потому что я сам лично их читаю, только матёрные какие-то. А так любые, критические замечания, пожелания, всегда можно посмотреть. У нас школа вообще-то необыкновенная. Так, ой, как-то, как получается. Вот, и посмотрю, я. Ноябрь мне сказал, чем больше света в картине, тем, значит, она трогает больше человека за душу. Потому что люди, как он мне написал, вечный зов к свету. Да, все тянутся к свету. А он у нас академик технологических наук. А почему тянутся к свету? Потому что... Почему всем нравится солнце? Потому что оно источник нашей жизни. Нам нравится то, что помогает нам жить. И не нравится то, что сокращает нам жизнь. Ух ты! Смотри, как здорово вот это получилось. Слушай, надо всё время хвалить, хвалить, хвалить. Когда человека хвалишь, крылья растут. Да. А тут у меня внучка, гретка. Я рисовал, рисовал, рисовал как-то. Она пришла, маленькая совсем. Дедуль, что ты её рисуешь? Я говорю, ну вот, я рисую, посмотри. Она говорит, дай попробую. Бах! И такое нарисовало. Я после этого несколько дней рисовать не мог. Я думаю, она не училась рисовать. И тут сразу нарисовала. Солнце такое красивое. Ты же тоже не учился. Я тоже не учился. Ну, я занимался чем? Я спрашивал советов у друзей. Какого-то художника я спрашиваю, как краски разводить там. Что с чем сочетается, что не сочетается. Ну, как-то вот это вот техническую часть. Техническую часть. Потому что я вообще не знал, как руки мыть надо после красок. Когда я маслом рисовал много лет. У меня даже вот были такие проблемы, что потом надо было как-то подвечивать руки свои. Потом я уже знал. То есть самообразование с советами друзей в конечном счете привели к тому, что я стал рисовать картины. А потом мы стали рисовать все вместе в формате коллективный разум. Это моё изобретение было. Это так интересно, когда много людей даёт советы тебе, а ты взвешиваешь её и улучшаешь, и доводишь до шедевра. Можно же говорить о том, что авторы этой картины 10 человек или 20 человек. Да, 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 да. Садись вот туда, чтобы тебе видно было. А, давай ты сядешь. Нет, я постоянно ничью. Постой, я постоянно. Вот сейчас. Это интересно будет. Сейчас Саша будет рисовать. Саша будет рисовать, а то он всё пытается советы давать. А вот как это вот в басне там Крылова, по-моему, как друзья вы не садитесь. Всё, музыканты не годитесь. Ну, а мы как раз годимся. А мы годимся, потому что у нас специальный подход к совместному делу. Когда комментарии пишут и говорят, и советы дают, помогающие, а не только критикующие. Да. Помогающие, потому что в них есть чувство и желание помочь. И советы все конструктивные. И критика конструктивная. А не просто такая, ой, что за мазня такая вот, ну что ты. Это всё неправильно, да. Да, это всё неправильно. Сколько талантов погубили. Говорили по непризнанию художника. Что-то ерунда такая. Оказывается, человек был сам не в балансе. Потому что когда человек в балансе, он всегда хочет помочь другому. А когда он в сессии находится, он хочет там самоутвердиться, там тянет одеяло на себя, там много чего. Это подростковое рефлексо. Самоутверждение. Качаюсь в кресле по методике ключ. По методике ключ качается без кресла. Ну, в кресле, если то что. Ну, там уже можно и в кресле. Я же вот ногами-то. Конечно, конечно, конечно. Я почему-то у меня вот это всегда, если я попадаю в какой-нибудь кресле или стул, который крутится или качается, я почему-то всё время делаю эти движения. Это у меня почему-то всегда так. Да, гармонизирует. У меня там вопрос задали. Я на него хочу прямо сейчас ответить. Нам непонятно там написано в вопросе. Ну, и то одно говорите, и то другое говорите. А где всё это можно посмотреть, чтобы понятно было, что такое ключ на самом деле. Ну, вот я там поэтому написал текст, его расположил в Телеграме. Там в Телеграме у меня есть платформа «Помочь себе». И там ведёт её Наталья Кавитама. Поэтому там по разделам прямо смотрите, заходите и поймёте, что такое ключ. И там написано, что это такое, на чём это основано. Что это основано на естественных инстинктивных реакциях человека, которые, будучи осознанными, даёт больший эффект. Учат человека снимать усталость, готовиться к ответственным ситуациям, включать ресурсы внутренние и не зависать под впечатлением, а быстрее выходить на состояние нуля, а через ноль выходить в поток творческий. И когда рисуешь, я могу дать совет время от времени отходить от картины, потому что, когда ты сосредотачиваешься в конкретности, перестаёшь видеть картину в целом. А мы как раз с Романом Газенко будем делать сейчас вебинар, где Роман Газенко, как психолингвист, расскажет, что такое сосредоточиться. А я потом буду показывать приёмы, как рассредоточиться. Потому что иногда сосредоточишься на какой-то неприятности и никак рассредоточиться не можешь. Завис, завис. Как вы хотите зависать. Ну, естественно, и как лучше сосредоточиться. И после этого вебинара все получат возможность легче переключаться, независимо от каких обстоятельств. Это же как у тебя дела? Хорошо, все идет? Мне лицо не нравится. Ну, вот, не нравится лицо. Не красиво получилось Сидора? Не её это лицо. А ты помнишь, как она выглядит? Ну, я просто как... Она летит так хорошо, а грустная такая. Она должна радостная быть. И щечки, Роман. Ты знаешь, Войков Владимир Леонидович гипнотизировал детей и в гипнозе вмешал, что они гении. И они сразу лучше рисовали. Он им не рассказывал, как надо рисовать, как пятнышко ставить, как краски размешать. Он просто говорил, что ты гений. И они лучше рисовали. Поэтому, когда ты начинаешь рисовать, настройся на то, что ты гений. И у тебя кисть сама будет легче ходить. Это можно, так сказать, тоже гиомоторика? Конечно, ты повышаешь планку цели. Ты представляешь себе, что бы ты ни нарисовал, всё будет хорошо. Снижаешь страх за ошибку. И начинаешь рисовать более уверенно. Самое главное – это уверенность. Я вот стал этим пользоваться. Есть тряпки. Тряпки? Чем вот краску лишнюю брать, кисточки. Да, вот это надо. У меня для этого существо. Все вижу. Это называется бумажное полотенце. Вот так берешь просто и оттуда. Это густой акрил, настоящий, на века. И это очень стимулирует писание картин. Потому что, когда дают ребёнку какую-то бумажку, на которую нарисуют, и он знает, что сейчас её потом выкинут, никакого импульса нет такого. Надо так, чтобы ты на хорошем холсте, хорошими красками. Это тебя поднимает. Ты хочешь уже действительно там включает ресурсы. Ну, я всегда хожу, мою кисточки, чтобы кисточка всегда была чистая. Поэтому мы сразу тебе много их положили, чтобы ты могла их менять. Угу. По идее, надо, чтобы кисточка всегда была чистая. Да. Сейчас с лицом что-нибудь. Ну, вот ты, походу, можешь что-то сказать, что тебе мешает. Вот надо, чтобы рабочий стол был такой, чтобы не искать. Не выскать. На мастерской побольше. Да, побольше. Да, ну что же. Побольше мастерской. Будем работать над новой мастерской. Скоро мы дойдём до неё. Ну, может быть, не так прямо, как скоро, как хотелось бы, но... Не сегодня. Да, не сегодня. Сегодня уж. Ладно, тут порисуем. Да. Ну, через них-то чуть-чуть. Через них, да, чуть-чуть. Да. Саша сразу проектирует, проектирует, да. А я благодаря методике ключа теперь ни в чём не сомневаюсь. Да. То есть, если раньше получится, не получится, стоит, не стоит. Теперь вот нет преград. Ты что хочешь, то и сделаешь. А знаешь, пьяный молнию покоря. Пьяный, вот я как пьяный, да. Потому что снимаешь лишний стресс, включаются эндорфины, появляется уверенность, как будто тебя хвалили, 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 и у тебя крылья растут. Конечно, то же самое, что Райков делал с помощью гипноза. Мы можем делать без всякого гипноза. Это очень важно. И без алкоголя. Настолько снимаю напряжение, что не пью алкоголь. Лишнее напряжение. Да. Иногда напряжение нужно, как стресс-трамплин. Иногда нужно, да. Да. Напряжение не боятся творческие люди. Мы же энергию стресса можем использовать в мирных целях. Да, для творчества, для решения ранее не решаемых вопросов, конечно. Чем больше у вас стресс, тем лучше будет результат, когда вы эту энергию отправите куда-то в другое место на созидание. Я как-то в одном из роликов в будущем скажу такое, чего никто никогда в жизни не слышал. Да? Что? Да. Очень интересно. Я сейчас хочу, чтобы это было интригой. Чтобы на канал наш подписывался. Кто придет на вебинар, тому потом секрет от видео. А кто не придет, видео будет закрыто. Я думаю, что у меня депрессия, и, оказывается, причины не было просто для смеха. Вот сейчас начал смеяться. Интересно тоже говорить. Ну что? Вы знаете, как замечательно? Вот там, где детей больше хвалят, чем ругают, у них больше крыльев рискут. Я бы еще желтого куда-нибудь... И еще вот мне нравится нижний, такой зеленый, но такой салатовый совсем. Там видно, да? А у нас недавно рисовала, о-о-о, такая актриса, которая Баба-Яга играла в фильмах Баба-Яга. Она мне лестницу подарила. Да. Ну, вы знаете все, друзья. Сами в комедии напишите нашу любимую актрису. Да. Прилетела она на метле и стал рисовать. Да. И мы такую прямо шедевр себе сделали. Вот сейчас она скоро приедет, с чем-то у нее закончится. И мы с ней там птичку дорисуем. Там птичку очень важно поставить. Ну, мне кажется, лицо за вами. А я потом сделаю, ладно? Ты как хочешь, чтобы лицо было? Куда? На него и все. Ну, на него надо. Надо на него, но волосы в другую сторону. Значит, она должна смотреть от него. Нет волосы, пусть в это. Да. Ну как, друзья, вы там пишите в комментах. Да. У нее должно быть. Что-то говорит, чтобы она летит на крыльях любви. Ну, она его любит сейчас или нет? Сейчас. А он замечтался. Вообще, эту картину тоже надо как-то назвать. Потому что Есенина Дункан, она была изначально. Она тогда вся была такая голубая. Только он был разноцветный. И он был такой задумчивый. И у него такой вот... Волосы такие вот... Соломенные. Соломенные. Кучерявые. А он и был такой. Да. Потом я стал переделывать, переделывать. И вот сейчас вы подскажите, что добавить, что убавить. Может быть, и картину мы назовем по-другому. Например, замечтался, размечтался. Мечты Есенина. И вообще, может быть, это для каждого. Не только для Есенина. А просто размечтался. Ну, это что такое. Вобразил себе. Что такое. Вобразил прямо. Только люди имеют способность к идеализации. Только люди, в отличие от животных, имеют способность к доберу. Потому что у животных больше запрограммированности. Я даже видел такой интересный случай. У меня на кухне, когда я в центре был, на Таганке, два хомячка было. Зюзик и Зюзика. Ну, и очень было здорово. И вот я как-то их выпускал вечерами. Они по полу у меня бегали. Мне их было жалко, что они в клетке все время сидят. Я их выпускал гулять. Я не знаю, это правильно или неправильно. Но вот этот Зюзика бежит по полу. Потом резко останавливается, поворачивается и смотрит на меня. Типа, как я бегу. Смотрел я на мою реакцию. Ну, мне так казалось. Я человече был. Ну, как люди могут из слова человече. Так вот, однажды случился такой невероятный случай. Они у меня сидели в клетке. И вдруг какой-то вечер, они стали рыть, рыть, что-то они роют, роют. Я никак понять не могу, чего они роют. И куда-то туда закапываются. А там закопаться не будет. Там же дно клетки. И через несколько часов гром на небе. Молния. Такой ливень пошел. Слушай, они у меня на кухне, не видя ничего этого, стали уже закапываться. То есть у них вот эти программы работают инстинктивные, выработанные тысячами лет. И они лучше нас всех чувствуют, когда что, меняется и так далее. Это было так удивительно. Я теперь всем людям говорю, слушайте, не может быть, что вы не реагировали на погоду. Вы реагируете. Я всем говорю и вам еще раз повторяю. Атмосферное давление, геомагнитная обстановка, температура, осадки и ветер в течение двух недель надо каждый день записывать, чтобы понять, на что вы даете реакцию. Или сон нарушается, или утомляемость повышается, или раздражительность повышается, или наоборот у вас бывает состояние, когда вам петь хочется. Чтобы вы определились, на что вы реагируете. Но вот я пользуюсь каждым случаем, чтобы давать информацию. Правильно я делаю? Правильно, конечно. Правильно. Потому что у нас школа такая интересная. И так, друзья, пишите комменты в следующем выпуске. Вы увидите, как они сработали. Так. Наташенька, попрощайся. Наш художник Наташа. Когда ты песочку держала в последний раз в жизни? Вчера, позавчера? Ну, несколько лет назад. Ну, когда примерно? Несколько лет. Что ты делала тогда? Что ты рисовала? Я уже не помню. Эта картина у тебя есть? Нет. А где она? Я она же, наверное, не закончила. В Лувре, вроде бы, я слышал. В Лувре, да. Так что, до встречи, друзья. Да. Скоро будем встречаться в Лувре.